Это спортивный Краснодар. Меня зовут Дмитрий Пономарев. Здравствуйте. Сегодня разговор в нашей студии пойдет о таком виде спорта, как мини-футбол. Сегодня у нас в гостях заместитель директора спортивной школы по футболу Краснодарского края, председатель Краснодарской краевой федерации мини-футбола, а также судья республиканской категории Александр Дмитриевич Пестрецов. Александр Дмитриевич, очень рад вас видеть у нас в гостях. Очень приятно. Судя по календарному плану, который каждый год у нас выносит наше любимое Министерство физической культуры и спорта, у нас в ноябре достаточно насыщено все по мини-футболу. И судя по последним числам как раз ноября месяца, у нас сразу два крупных мероприятия, касающихся именно вот этого вида спорта, которым мы сегодня, собственно, с вами и заявляем наш диалог мини-футболу. И первенство Краснодарского края, и Кубок Краснодарского края по мини-футболу. Они фактически рядышком стоят. И судя по той информации, которая опять-таки от министерства была предоставлена, все это проходило у нас в городе Анапа. Почему там и какое более масштабное? Да, хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Не ожидал, честно говоря, скромная персона пригласили. Ну, очень приятно, потому что действительно, как вы сказали, пока еще не вид спорта, это дисциплина большого футбола. Хотя, как вид спорта, я задавал вопрос президенту ассоциации мини-футбола Алиеву, почему не сделать его видом спорта? Чтобы к нему было еще повышенное внимание, как к большому футболу. Александр Митильевич, он сказал, всему свое время. Мы работаем над этим процессом, но тем не менее. Почему Анапа? Потому что мы все родом с детства, я вообще с Анапой. Мы вообще проводим, расширяем географию проведения краевых соревнований, потому что, вы знаете, край большой, очень много муниципальных образований, не во всех проходят крупные мероприятия, поэтому мы стараемся в разных муниципальных образованиях проводить. Иногда обращаются наши спортивные руководители федерации, чтобы мы проводили в глубинке, мы так назовем. В основном в центре, в краевом центре проходят, где-то в крупных городах Сочи, Краснодар, Новороссийск, а в небольших городах тоже проходят. Но мы стараемся идти навстречу по желаниям. И я скажу, что, конечно, приятно, что Анапа – это курортный город, вы знаете, на Черноморское побережье с большим удовольствием все приезжают. Я говорю, какая-то АРОС существует там. Мы проводили много в Ейске, в Приморско-Ахтарске, в Анапе. Поэтому туда люди приезжают подышать свежим воздухом, набраться сил здоровья и показать свое умение. Почему ноябрь месяц? Потому что, вы знаете, не так давно закончился футбольный сезон, огремели фанфары, прошел чемпионат Красноярского, Кубок Губернатора, закончились большие футбольные баталии. И наступил сезон мини-футбола. Это, в общем-то, зимний вид спорта. Поэтому, конечно, он у нас не так сильно популярен, развит. Это все-таки северные регионы, больше у них там зима. У нас, вы знаете, больше 300 дней в году. Лето, тепло. Поэтому начинается сезон мини-футбольный. Более 10 лет назад, при поддержке Министерства физической культуры и спорта, Краевой федерации футбола, этот вид, дисциплина большого футбола получила у нас прописку. Официально, ежегодно, чемпионат Красноярского края обычно проходит в весенние дни. Кубок Красноярского края проходит уже у нас вот в ноябрь. И за ним идет целая плеяда Перенс Красноярского края. Среди мальчишек старшего возраста, среднего, младшего. Те возраста, которые включены в положение Перенста России. Наши мальчишки, хочу заметить, проходят большой отбор и имеют право попасть на межрегиональные соревнования, победители краевых Перенс. И в том числе, если выиграют межрегиональные соревнования, там тоже предстоит серьезная борьба. Южный и Северный Кавказ, знаете, отличаются всегда бескомпромиссностью, борьбой. И попадают на Перенста России. И уже такие примеры были. Хотел бы упомянуть те районы, которые наиболее активно развивают мини-футбол. Это, конечно же, Краевой центр, это, конечно, Новороссийск, это, конечно, Анапа, Крыловской район, Кулькевичский подключается. Есть прямо такие кусты, где соревнования не прекращаются круглый год. Закончились одни, продолжаются другие. И, соответственно, вы знаете, от массовости к мастерству. Надо упомянуть, что Федерация мини-футбола была образована в 2003 году. И уже где-то в 2006 году у нас появилась даже команда мастеров «Динамо Краснодар», которая заявилась в чемпионате России по высшей лиге. К сожалению, финансовые возможности не позволили нам долго выступать. Пришлось нам прекратить выступление. Но первый за даток кирпичик. Понюхали пороху, посмотрели, с чем его едят. Был запал. В последующем, конечно, как я уже сказал, Новороссийск очень активно включился в эту гонку. И буквально в 2014-2015 году команда «Аквамарин» участвовала два года подряд. Предварительно перед этим выиграв последовательно чемпионат города Новороссийска, открытый чемпионат города Краснодара, завоевав Кубок Краснодарского края, чемпионат, завоевав первенство ЮФО и СКФО и вышла в высшую лигу. И два года с достоинством представлял Краснодарский край. Я хотел бы поблагодарить бессменного руководителя команды «Аквамарин» Александра Павловича Нетребу, который до сих пор активно участвует. Он любитель, сам не играет, но активно участвует. И даже находясь по работе в командировке, по почте ему сбрасывают нарезки матчей. И даже один случай был, он звонит, Александр Дмитриевич, судьи прижимают. Я говорю, Александр Павлович, какой счет? 1-0 выиграю, но прижимают. Я говорю, Александр Павлович, ну разве это прижимает? Поэтому даже такие смешные моменты, они присутствуют в нашей речи. И еще бы хотел сказать, что очень большое внимание уделяется на местах. И вот хотел бы упомянуть, что наши законодатели, будет 12 декабря 20 лет законодательного собрания Краснодарского края. И проводят турнир, посвященный этой дате. Собираются молодые депутаты, студенческие организации. И Крайевую Федерацию тоже привлекает для организации проведения соревнований. Мы с радостью откликаемся. И я даже скажу, сам руководитель законодательного собрания, Юрий Александрович Бурлачко, активно участвует, заинтересовался мини-футболом. Помогает, я знаю, Анапской организации. Там до недавнего времени возобновила школу спортивную. Он активно участвовал. Автобус они выделили им. И школа. И вот я был в Анапе, приехал. Они говорят, Александр Митрич, большое спасибо, передайте, если можно. Потому что такое, когда люди, облеченные властью, но не забывают о том массовом спорте, который на местах пробивается ростки, это большое подспорье. Для того, чтобы у людей на местах вырастали крылья, и они очень активно участвуют. И по моим сведениям, в Анапе в мае месяце появится футболград. За волейградом футболград. В нем будет спортивный комплекс для мини-футбола, современный, четырехзвездочная гостиница на берегу Черного моря в моем родном городе. И я думаю, там будет проходить очень много краевых и даже, не боюсь сказать, республиканц российских и международных соревнований. Я очень на это надеюсь. А сегодня, вот недавно я приехал с Анапы, проходят баталии среди мальчишек. В эти дни проходит перенство Краснодарского края среди юношей до 16 лет, 4-5 год. Участвуют более 10 команд. Мальчишки с полной самоотдачей трудятся, проявляют свое свое мастерство. Я скажу, что Краснодарский край богат на таланты. Я хотел бы упомянуть краевых наших тренеров, который не так давно ушел из жизни. Владимир Гранович Петросян. Это тренер в станице Новотитровской. Там находится небольшой спортивный комплекс. Так его воспитанник Николай Каневес в составе московского «Спартака», «Динамо» московского. В данный момент выступает на рейском «Никеле». Он привлекался в сборную России по мини-футболу. И это, наверное, те молодые люди, за которыми тянется молодежь. И скажу, буквально недавно, с Тамани, есть такой мальчик, я его называю Кубанский Месси, Егор Чекет, не боюсь сказать. Человек маленького роста, талантливый. Я говорю, уже обратили на него внимание команды высшей лиги. На заметку к тренерам в сборной попал, 2002 год. Поэтому куда смотрят селекционеры? Ну, потому что у нас, конечно, много большого футбола. Мини-футбол, конечно, менее пристальным вниманием пользуется. Но мы думаем, Краевая Федерация будет рекомендовать отправить этого перспективного мальчишку, пройти на растажировку и получить путевку в большой мини-футбол. Также я хотел бы упомянуть молодого тренера Евгения Ступина, который трудится в Кадетском училище, в Краснодарском Кадетском корпусе. Несмотря на то, что трудится не очень долго, два года, но уже за это время стал чемпионом России среди кадетских училищ. Более 40 училищ принимали участие. Евгений Ступин два года подряд ездит на стажировку в Мадридский, в Барселону, в футбольный клуб. Вы знаете, футбольный клуб Барселона многофункциональный. В рамках всего Барселоны находится и мини-футбольный клуб премьер-лиги. Евгения Ступина приняли очень хорошо. Большая команда мини-футбольная. Он прошел стажировку, посмотрел, как тренируется, поделились с ним опытом. Я скажу, даже получил приглашение. Какой-то проект такой секретный был, что даже испанских специалистов приглашали в Россию помочь мини-футболу российскому. И Евгений был уже приглашен, что, Евгений, если в России испанские специалисты появятся, вы можете нам помочь здесь на месте? У вас такое количество интересных новостей, приятных, касающихся мини-футбола. Я так даже боюсь, что у нас формат программы это все не поместится. Давайте все-таки вернемся к самым, так сказать, свежим впечатлениям, конкретно к соревнованиям на Кубок Краснодарского края. Он у нас носил открытый характер? У нас могли участвовать люди из других регионов? Нет. Вы знаете, у нас перенос на Кубок чемпионат Краснодарского края предусмотрен для спортсменов Краснодарского края. У нас есть краевые соревнования, которые носят открытый характер. В них могут участвовать. А разыграть перенос на Кубок и чемпион – это должны быть команды муниципальных образований Краснодарского края. Я считаю, это правильно. У нас много муниципальных образований, они все хотят участвовать. И разыгрываем между своими воспитанниками. 10 по 14 ноября у нас прошел перенос на Краснодарского края в Станице Новопокровской. Великолепный комплекс с паркетным покрытием, которых у нас не так много. Потому что даже приезжал московский «Спартак» в былые годы. Евгений Серафимович Ловчев, тренер московского «Спартака», известный в прошлом футболист московского «Спартака», он тренировал мини-футбольный клуб, обращался ко мне. Они проводили сборы в поселке Витязево, города-курорта Анапа. Мы выставляли сборную Краснодарского края, составленную из футболистов «Динамо» Краснодар. Я скажу, мы очень достойно выглядели. И хотел бы упомянуть, что «Аквамарин» наш, новороссийский, тоже принимал участие в Кубке России. И московскому «Спартаку» проиграли с достойным счетом в 6-2. Первый тайм держались на равных, но сил, конечно, опыта не хватило. Поэтому ростки есть у нас выступления даже на российском уровне. Я думаю, если у нас будет основание для выступлений больших команд, конечно, надо развивать детский мини-футбол, конечно, нужны отделения мини-футбола. Я скажу, что, конечно, мини-футбол несколько отличается от классического, профессионального футбола. Маленькие площадки, другой мяч, длина и техника. Нужны несколько иные требования к футболистам. И, конечно, с детского возраста надо заниматься, чтобы достичь вершин мастерства. Поэтому мы надеемся, что будущее у нас есть. Краснодарский край активно участвует. Ассоциация мини-футбола удовлетворена, как развивается мини-футбол в Краснодарском крае. Мы стараемся развивать эту дисциплину. Думаю, у нас хорошее будущее. По Кубку у нас уже подведены какие-то итоги? Да, у нас по Кубку подведены итоги. У нас участвовали команды Новороссийска, Краснодара, Темрюка, Славянского района. Обладателем Кубка стал уже не первый раз команда Аквамарин, которую я уже упоминал, с города Новороссийска. Команда доказала свой уровень, показала класс. Финалистом Кубка тоже стала команда Новороссийска, Альтопраймарин. И третье место завала чемпион города Краснодара, команда Альфа Краснодар. В упорной борьбе. В последнем туре решалась, буквально Аквамарин играл с Альфой. Альфа выигрывала первый тайм 1-0. Но опыт все-таки взял вверх. Со счетом 3-1 победил Аквамарин и стал законным обладателем Кубка Краснодарского края. Насколько я понимаю, эти соревнования проходили не один день, несмотря на то, что небольшое количество команд принимало участие. Как у нас происходил розыгрыш того момента, кто с кем будет соревноваться? Вы знаете, действительно, проходило в течение двух дней. Потому что, ну, конечно, на более длительное время, наверное, все-таки и физически, и материально команды, наверное, не готовы. Потому что все работают. Ребята любительские уровни, у них есть основная работа. А суббота-воскресенье обычно посвящают какому-то хобби, отдыху. Проходил по круговой системе. Поэтому на данный момент при малом количестве команды это самая объективная система. Каждый соперник с каждым мог лицом к лицу встретиться, помериться с силами. И уже по круговой системе, за счет большего количества набранных очков, забитых мячей, команда определилась победителя. Хорошо. Вы сказали о том, что есть определенные отличия от большого футбола, несмотря на то, что название фактически идентичное. Кроме того, что отличия в правилах, отличия в том, что играют на закрытой площадке. Еще там, может быть, в экипировке какое-то отличие есть. Я не знаю, там, в составе команд, еще что-то. Какие-то требования, может быть, более лояльные к самим игрокам. Вы знаете, особые отличия нет. Экипировка футбольная. Единственное, конечно, обувь гладкая, без шипов. А, в общем-то, щитки, трусы, гетеры. Экипировка идентичная. Ну, требования повышенные к физической подготовке, потому что много скоростной работы. На маленьком участке нужно быстрее выглядеть, сильнее, прыгать выше, резче. Поэтому больше контактной борьбы. Если в футбол большое поле, то есть какие-то разрывы, расстояния. Здесь очень компактная игра. 4 плюс 1. Вы знаете, в большом футболе 11 футболистов. Здесь 4 плюс 1. Конечно, играет в вопрос, большой вопрос, играет тактические схемы наработки. Площадка небольшая, 20 на 40. Поэтому есть розыгрыши стандартных положений. Ну и, конечно, большое имеет значение розыгрыш 1 в 1. Потому что, если создается преимущество на определенном участке поля, 4-3, то квалифицированные команды очень быстро это преимущество разыгрывают. Поэтому задача не упустить своего соперника, сыграть персонально, не упустить, разыграть, не упустить участок поля. Ну а соперник, соответственно, предлагает шарады, чтобы запутать соперника, перемещение, так называемые восьмерки. Поэтому интересная игра. Я скажу, может быть, по телевизору он не так зрелищный, но когда приходишь в зал, получаешь огромное удовольствие, скорости высочайшие. Я скажу, один футболист, он, правда, иностранного у нас, иностранец, участвующий в чемпионате города Краснодара, высшей лиги, получил приглашение в профессиональную команду, заключил полноценный контракт, уехал. И сейчас выступает и радует публику, правда, не нашего региона. Поэтому ждем, что у нас в регионе, может быть, да, может быть, обратят внимание наши любители. Я скажу, есть такие примеры. Вы знаете, Екатеринбург, команда Вестсинара мини-футбольная, команда Урал. В общем-то, один человек, бизнесмен, финансирует. Я считаю, это хорошее подспорье. Я уже упомянул Барселону испанскую. В одном клубе находится и футбольный, и мини-футбольный клуб. Вы знаете, мальчишки же приходят в секцию. Не все же становятся футболистами. У кого-то есть дар именно на маленькой площадке. Он техничный, но на большой футбол может не тянуть. Не хватает, может быть, каких-то. А в мини-футболе он может себя проявить. Вместо того, чтобы вообще покидать спорт, он прекрасно может проявить себя именно здесь. Абсолютно правильно. И доставляет большое удовольствие. Как у нас с судейством дело обстояло? Кто у нас выставлял оценки? Вы знаете, судейство, ну такая, как сказал один футбольный чиновник, судейство и смерть – две вещи, с которыми нужно смириться. Это футбольный чиновник ФИФА. Я думаю, с ним нужно согласиться. Да, небольшой, но это сказал человек, который облечен властью футбольной. Поэтому судейство – неблагодарное дело. Оно благородное, но неблагодарное. Поэтому судей на себя принимает, конечно, большую толику каких-то замечаний, неудовольств. Я скажу, каждая ситуация сложная в судействе, назначение пенальти, штрафного, показ карточки желтой или красной – это стрессовая ситуация. И как каждый человек бежит от стресса, конечно же, судей испытывают огромные перегрузки. А если игра еще приходится очень компактная, много единоборств, много столкновений, очень близко находится мяч, нога, руки, то практически каждую секунду происходит ситуация, меняется, судьи очень тяжело приходится. Не секрет, что мы привлекали судей Суперлиги, с Ростова, где суди есть, которые судят Суперлигу России, со Ставропольского края, с Таганрога Сергей Танов к нам приезжал. Мы приглашаем опытных арбитров, чтобы получили мастерство мини-футбольному наших арбитров. У нас судья международной категории Орел Владимир Николаевич Кропоткин, который закончил, но он находит время, приезжает, делится своим судейским опытом. Поэтому, я думаю, конечно же, мы ждем, что наши судьи будут расти и представлять наш край на высоком уровне. Поэтому работаем в этом направлении. Я думаю, что судьи справляются с задачей. Ну, жалобы есть, конечно, куда же без них. Судейство такая стезя неблагодарное. Это в любом виде спорта, мне кажется. В любом виде. Мы уже завершаем. Хронометраж программы не позволяет, к сожалению, нам охватить максимум, касающийся этого вида спорта. Но, напоследок, еще хочу спросить вот какой момент, очень важный, который я стараюсь всегда задавать относительно всех крупных масштабных спортивных мероприятий. Тем более, что вот вы сейчас сами несколько раз упомянули, что спорт очень контактный, все близко, все с малыми расстояниями. Удалось ли нам избежать каких-то нештатных ситуаций? Все живы-здоровы? Коленки, наверное, максимум сбиты. Вы знаете, вы просто даже не знали, но в Новопокровской случился, коленка выскочила. У нашего сборника, который юный талант, видно, очень усердно. Прям чашечка выскочила, но оказалась бригада врачей рядышком, быстренько мы сопроводили. Чашечку встали на место, видите, как контактный вид спорта. Поэтому, конечно, есть травмы. Серьезных не было, но вот такого плана травмы возникают. Ошибки, синяк, соответственно, царапина. Ну, крупных травм нет. Ну, потому что вы знаете, что футболисты испытывают перегрузки суставы, это связки, это мениски. Конечно же, а тем более движения все, вы знаете, они непредсказуемые в футболе бывают. Резкая поворот и косогор, как говорится. Ну, желаю всем спортсменам, которые в дальнейшем будут принимать в краевых соревнованиях, в первенствах участие, чтобы они все-таки как-то более бережно относились к своему здоровью. Да, и несмотря на стремление к победе, но еще и задумывались о собственном здоровье. Спорт всепогодный, поэтому для вас, скажем так, нет каких-то определенных перерывов. Я уверен, что и в зимнее, в весеннее время года у вас все будет происходить в том же духе и с тем же положительным посылом, с которым вы сегодня пришли к нам в студию. Вам огромных успехов. Спасибо, я ваши пожелания передам спортсменам и руководителям, тренерам. Большое спасибо за внимание к нашей дисциплине. Ну, я думаю, мы еще не раз встретимся и поговорим о наших успехах. Обязательно. Это был спортивный Краснодар. Любите спорт, занимайтесь спортом и живите здоровым образом жизни. До встречи.